приветствую всех друзья сегодня у нас с вами 15 вариант 1 часть а и сборника ященко 2023 мы решаем с вами сегодня 15 вариант блок геометрия из первой части давайте приступим задание 15 треугольники abc угол c равняется 90 градусов середина стороны а.б. а.б. 76 bc 46 необходимо найти c.м. значит а.б. если у нас 76 значит здесь получается у нас 38 и 38 ну потому что м середина а.б. я сразу записала так потому что так удобней что такое c.м. что нам необходимо помнить необходимо помнить обязательно этого нет справочном материале обязательно необходимо помнить что медиана проведенная к гипотенузе всегда равняется половине гипотенузы это утверждение нужно помнить наизусть еще раз если у нас медиана выходит из прямого угла или по-другому медиана проведенной гипотенузе она всегда равняется 1 2 гипотенузы то есть если у нас гипотенуза 76 половину мы с вами уже нашли это 38 то есть м равняется 38 это и есть правильный ответ ну или как вариант вы можете просто помнить что прямоугольный треугольник вписан и прямоугольный треугольник он у нас всегда опирается на диаметр и тогда гипотенуза прямоугольного треугольника это диаметр и мы получаем три радиуса м у нас получается центр окружности м а mc и mb это радиусы ну а радиусы у нас равны соответственно mc тоже как радиус будет равняться половине диаметра ну а еще лучше все-таки помнить все и тогда задачи будут решаться довольно таки быстро и комфортно перейдем к заданию шестнадцатом касательная в точках а и б к окружности с центра в точке о пересекаются под углом 88 градусов то есть вот это у нас с вами 88 градусов почему потому что касательные пересекаются под углом необходимо найти угол а б о вот этот уголок у нас с вами неизвестен давайте обозначим здесь поставим букву д например а что у нас получается углы между касательными и радиусами то есть вот этот уголок посмотрите и вот этот уголок у нас с вами 90 градусов это мы помним из определения как радиус проведенный к точке касания перпендикулярен касательной то есть ау ау д и ау б о так еще раз просите о а д и о б д это углы по 90 градусов угол о а д равняется углу опыты и эти углы 90 градусов давайте чтоб вам запомните пишу это свойства как радиусы проведенный к точке касания ну а тогда посмотрите у нас получается с вами четырехугольник а д б о а д б о мы с вами знаем что сумма углов у любого четырехугольника всегда 360 градусов то есть если а и б углы у нас вместе уже дают 180 значит на угол а о б и на угол а д б вместе остается 180 значит чтобы нам найти угол а об это получается 180 минус 88 градусов и это будет сколько это будет 92 градуса то есть вот этот уголок этот 92 градуса а теперь давайте посмотрим на треугольник о а б треугольник о а б у нас получается равнобедренный почему потому что о а и о б это радиусы а раз треугольник равнобедренный значит углы при основании равны и для того чтобы нам найти искомый угол а б о а в о нам необходимо от 180 отнять 92 и поделить пополам потому что эти два уголка между собой равны то есть угол а б о равняется 180 градусов минус 92 градуса и разделить на 2 и так 180 минус 92 это у нас получается 88 88 разделить на 2 получается 44 ну и тогда в ответе мы получаем 44 градуса писать не нужно итак задание 17 задание 17 у нас высота равнобедренной трапеции проведена из вершины c делит основание а д на отрезке 14 и 19 делит основание а д на отрезке 14 и 19 14 и 19 найдите длину основания bc но трапеция равнобедренная значит у чаще всего у равнобедренной трапеции мы проводим две высоты это уже стандартные такие задачи и когда мы проведем вторую высоту мы знаем что два треугольника по бокам которые образуются они между собой равны значит вот этот кусочек равняется вот этому кусочку и что тогда выходит то есть у нас получается пускай здесь будет аж здесь пускай будет к здесь получается тоже 14 а уберите от 19 14 тогда что у нас получается у нас получается у нас получается что здесь остается 5 значит bc будет равняться 5 еще раз равнобедренная трапеция проводим высоту понимаем что два треугольника этот треугольник и этот треугольник равны у нас получается по углу и гипотенузе тогда это расстояние будет 14 а аж катит и так как а к а к равняется 19 то чтобы найти аж к необходимо от а к отнять а аж и это будет 14 аж к у нас получается 5 но так как мы получили аж b c к прямоугольник а у прямоугольника противоположные стороны равны значит bc равняется 5 но и тогда в ответе мы с вами запишем число 5 и переходим к следующей задачи 18 на клетчатой бумаге размером клетки один на один изображен треугольник найдите его площадь но тут необходимо вспомнить как вычисляется площадь треугольника хоть у нас и клетчатая бумага но по клеточкам здесь сложно искать можно конечно тут способ рассмотреть как прямоугольник из этого прямоугольника вытащить прямоугольные треугольники и так далее но это слишком долго зачем если есть гораздо быстрее но для этого нам нужно вспомнить формулу по каким формам вычисляется площадь треугольника обращаемся к справочному материалу и мы видим что у нас площадь треугольника справочном материале нам предлагают две формулы и одна из них нам очень хорошо подходит это полу произведение основания на высоту проведенной к этому основанию нам необходимо опустить высоту и посчитать чему равняется высота 4 клеточки и чему равняется основание которое проведена эта высота 7 клеточек главное клеточки правильно посчитайте 1 2 3 4 5 6 7 4 да еще раз напоминаю площадь треугольника это 1 2 основания на высоту 1 2 4 и 7 но половина 4 это получается двойка а 2 умножить на 7 мы получаем с вами 14 значит площадь треугольника мы нашли и в бланке ответов мы пишем число 14 и у нас осталось с вами последнее задание по теории из геометрии это 19 какой следующих утверждений верно если угол острый то смежный с ним угол также является острым давайте вспомним какие углы у нас смежные значит это у нас будет чертеж первая задача у нас смежные углы если они имеют одну общую сторону а две другие стороны являются продолжением одна другой то есть они лежат на прямой и что у нас получается если у нас один угол острый вот допустим этот уголок у нас острый то другой у нас стопроцентно тупой поэтому такого не бывает двух острых смежных углов вообще никогда не бывает от всегда один острый один тупой и частный случай это когда они равны между собой равны между собой это 90 градусов но это тоже не острые второе если диагонали параллелограмма перпендикулярны то этот параллелограмм является ромбом все верно у нас у ромба диагонали всегда перпендикулярны это как раз и есть тот параллелограмм который у нас и называется ромб поэтому второе утверждение верно но эти такие свойства которые нужно помнить наизусть касательная к окружности параллельно радиусу проведенному в точке касания у нас есть окружность у нас есть касательная и представьте мы проводим с вами радиус к точке касания но тут при всем желании она не будет параллельно почему потому что хотя бы если мы не помним что здесь 90 градусов хотя бы мы должны увидеть что здесь принципе они просто пересекаются что такое параллельные прямые параллельные прямые это когда они не имеют ни одной общей точки а здесь у нас есть с вами общая . вообще хорошо нужно помнить что касательная к окружности перпендикулярно радиусу проведенному в точку касания значит это утверждение тоже неверно и в ответе мы запишем просто число 2 ну и на этом мы закончили с вами 15 вариант первую часть блок алгебры уже есть первые шесть заданий 1 точнее 5 заданий это у нас с вами тарифы уже есть и осталось только вторую часть разобрать но это уже будет следующий раз благодарю всех кто досмотрел до конца не очень важно ваша обратная связь давайте готовиться к экзамену вместе но на сегодня я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока в следующий раз Субтитры подогнал «Симон»